Так вот, поэтому сейчас мы с вами поговорим только лишь о технологических аспектах, то есть о процессе проявления этого потенциального качества в реальное качество. Тут же одно слово о международном опыте. Международный опыт крайне-крайне-крайне важен, интересен, он обогащает, он наполняет дискеты, которые влияют на мышление, на анализ факторами и так далее, и при чате приводит к очень интересному творческому процессу. Но переносить его с одного региона на другой, даже если это Бургонь, даже если это Бурдо и самый высокий шато, это, в общем-то, технологическая глупость. И когда я слышу, что я делаю точно так, как делают Бургунди и так далее, то я понимаю, что человек просто лентяй, он не хочет совершенствоваться, он хочет выглядеть, он хочет выпендриваться. Он говорит, я делаю, как Бургунди, что ты от меня хочешь, да еще шикарное вино. Ты знаешь, что оно стоит в мире и так далее. Так вот, поговорим о технологических аспектах. Конечно же, управление виноградником, и здесь фитомониторинг, станции климатического контроля, исследования всех параметров, я их очень много даже не хочу перечислять, вы их многие сами прекрасно знаете. Конечно же, в наших условиях очень важен ручной сбор в самое прохладное время суток, потому что лоза, ягоды очень быстро нагреваются. Я вам о этом говорил. А мы все еще по опыту своего детства знаем, когда фрукты и овощи самые ароматные и самые вкусные. Когда? В сезон. В сезон прекрасно, но когда во время дня? Время суток. В утром. Рано утром. До первых лучей. И вопрос, а почему вы думаете, что с виноградом будет по-другому? Так вот, наша задача, там, собирать как можно раньше, как можно прохладное сырье. Я уже не говорю про то, там, 4 часа знаменитые, от сбора и до переработки, и чтобы не было тряски, особо такие сорта, как семейон там и другие, которые уже он течет и так далее, и так далее. Но температура очень-очень важна. Потом, сегодня селекция. Сначала она была гроздей, сегодня уже на уровне ягод, вы прекрасно знаете. Когда-то она была только ручная, потом она была оптическая, а сейчас уже есть хорошая даже механическая, чтобы как можно меньше пропустить посторонних там вещей, которые не должны быть в мезге, про соки вообще не говорю, конечно, про белы. Это и от грибней, там, зеленые черешки, это какие-то предметы, и недозрелые ягоды, и очень спелые, переспелые ягоды. И сейчас на многих заводах промышленных, больших Израиля, почти уже, так сказать, все уже приобрели. Вот, это фирма О. Бухер, О. Пеленк, и другие делают. Вот, оптические, оптические, селекция оптическая. Но, и даже бутики начали это приобретать. Но что интересно с технологической точки зрения? Мы с вами знаем, что жизнь, это, по большому счету, большой маятник. Когда-то, если бабушка где-то там повесила что-то, или какие-то башмачки положила, и они дожили, там, через 30-40 лет, или 50, внучка нашла, она такая радостная, потому что это то, что сейчас в самой моде, правильно? Это вот сейчас в моде, а это бабуля. Вот, поэтому все возвращается. Сейчас вам расскажу, что возвратилось с селекцией винограда. Все время, на протяжении, наверное, уже лет 40-50, стремились к повышенной селекции этих вот посторонних вещей, для того, чтобы как можно лучше очистить саму мезгу от них. Чтобы ягоды были как можно, 100% ягод. Дошли до состояния, что конвейер идет, а на нем черная икра. Вот, сдали, сдали, посмотришь, вот черная икра. Вот, ничего, даже вблизи подойдешь, вот только черные ягоды, больше ничего. Вроде бы идеальный результат, да? И вдруг оказалось, что это тоже не очень хорошо. Почему? Потому что вина получается концентрированная, мощная, замечательная, то, что хотели. И мягкая даже иногда. Но вкусовая и ароматная гамма получилась очень плоская, узкая. Спектр цветов очень узкий. То есть все ягоды лесные, все красные и черные ягоды, немножко там фиалки и цветов, и все. А специй нету. И эти вина, даже после долгой выдержки, дают прекраснейшие вина нового света. Это в основном фрукты, немножко красиво облаченные тонким подходящим дубом и временем. Но получить хорошее вино, гастрономическое, дорогое, которое будет выполнять функцию потрясающего, дорогого и особенного соуса в трапезе, ну, это все равно, что все остальное есть там с черносливом, там, с вишней, там, со смородиной и так далее. И сейчас передовые винодельни, они имеют не только оптический этот, сельсионеры получают черную игру, они потом еще сельсионируют все гребни, отделяют качественные вызревшие, споласкивают и добавляют туда перед прожитой. Поэтому, поэтому все, как говорится, требует философского подхода.